Позарились на скидки, а лишились последнего. Это о харьковских пенсионерах. В городе орудовала целая банда, которая обворовывала стариков. Как работала схема и где еще наследили, мошенники выясняла Светлана Шекера. Доверчивых пенсионерок молодые люди с яркими конвертами в руках находили прямо на улице, в спальных районах Харькова, возле небольших супермаркетов. Предлагали вытянуть конверт и выиграть бонусы, которые можно будет обменять на бытовую технику. На такой крючок попалась и Тамара Петровна. Женщина рассказывает, отдала мошенникам тысячу долларов. Сначала девочка сказала, ну вот на ваш номер, подает мне номерок, на ваш номер выигран электрочайник. А потом подошла еще одна и тоже дает ей визитку эту. Она говорит, ой, вы знаете, на ваши две выигрываете посудомоечную машину. Чтобы получить скидку, женщина должна была доказать платежеспособность, положить в конверт собственные деньги, временно, пока не выдадут скидочную карту. Тамара Петровна даже домой сбегала и принесла все, что насобирала на черный день, чтобы скидка была побольше. Ну, получилось так, что, в общем, меня уболтали, я пошла и отдала. 200 долларов? 1000 долларов. Я вместе с ней пришла, отдала ей доллары, она мне выдает конверт запечатанный. Говорит, этот конверт вы сразу не распечатываете. А где-то дня через два вам там их распечатают, дадут вам договорчик, и вы будете пользоваться бонусами. Да я хотела на бонусы, пошиковать перед Новым годом. Вот и пошиковала. Вместо собственных денег и карточки на скидку, женщина получила конверт с нарезанной бумагой. Пенсионерка сразу же пошла в полицию. Полтора десятка человек, которые обманывали пенсионеров, задержали. Проведено несколько обшуков, в час, в которых выложены и эти конверты, и ляльки грошей. У нас есть две женщины-организаторки с 40 и 49 лет. У следствия есть информация, которая сейчас проверяется, что эта группа гастролировала по Украине. И что, принаймите, еще в трех областных центрах Украины такие акции происходили. Сейчас следствию известно о десяти обманутых пенсионерах. Правоохранители подозревают, что пострадавших может быть больше сотни, и не только в Харькове. И просят людей, попавшихся на крючок мошенников, идти в полицию. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков.